приветствую вас на телеканале импакт в прямом эфире мы встречаемся с вами на программе маянии второй эфир с нелли мерки с нелли приветствую приветствую первый эфир был интересен он вызвал интерес некий некий даже резонанс почему потому что в лице женщины сестры мы слышим учение и видим тебя как учителя что не совсем вписывается нашу парадигму но это была интересная тема о власти христианина прежде чем мы пойдем дальше в эту тему я очень аккуратно спрошу тебя вот в предыдущей программе ты говорил о том что был такой момент когда ты три раза принимала вечерю или преподавал вечер я упустил этот момент что это почему потому что я понимаю вечерю это что-то очень серьезное чтобы так вот несколько раз в день или или что вынудило меня да мы сейчас наверно спросить да я думаю мы здесь поговорим о призвании и я объясню суть произошедшего в чем состоит наше призвание наше призвание противостоять всем попыткам врага чтобы принести евангелие себе лично своему городу своему окружению своему дому если сатана пытается уничтожить тебя унести твою жизнь что может быть противостоящей всемогущей триумфальной силой победы кровь иисуса христа я уже рассказывал на прежних эфирах что бог исцелил меня царкома печени но через год после этого была повторная болезнь рак как который является следствием царкома печени это рак слизистой оболочки языка лейкоплакия подвид рака и мой пастор как раз позвонил мне утром и сказал я с женой каждое утро принимаю вечерю наша церковь в течение 25 лет принимает вечерю на каждой ячейке принимала я не знаю как сейчас кто как но это было стандартом нашей жизни потому что мы приняли решение что мы будем жить по евангелию они по предписанию какого-либо союза по евангелию написано так что ученики сходились каждый вечер принимая вечерю мы не знаем были ли там пастора среди них если двое трое соседи сошлись сомневаюсь что на каждого на каждые два-три дома были пастора они сходились между собой и воспоминали силу и милость господа иисуса христа проявленную через голгофа через страдания почему они это вспоминали что у них память короткая нет потому что иисус сказал что моя сила в крови моя власть в моем теле всякий принимающий плоть и кровь будет иметь в себе жизнь конечно даже евреи когда услышали такое сообщение кто будет есть плоть мою кто будет есть кровь пить кровь мою будет иметь в себе жизнь для них это экстравагантное сообщение похоже было наверное на ганнибализм но иисус преподавая силу будущего успеха говорит о том что это будет знаменем это будет признаком моего присутствия в вас когда вы образно беря хлеб то есть мацу без квасную как это делали евреи да или печем сами хлеб без квасную без закваски греха и нечистоты почему такая важная суть в этом чтобы не было никакой закваски то что и бог дал евреям в древние времена имела каждая деталь свой духовный смысл это была атрибутика духовная что вы должны есть хлеб без квасны и кровь агнца в прошлом когда израиль выходил из египта использовалась для того чтобы она являлась символом защиты от смерти от поражения что является собой кровь кровь это покрытие проказы проказы греха проказы болезни проказы смерти и когда бог первоначально показывал людям что будущий агнец будет безгрешен покроет навсегда ваши грехи он дал им как бы сказать прототип служения вот так поступайте помазывайте косяки дверей вашего дома и ангел-губитель который будет идти по земле египетской пройдет мимо почему вы покрыты он не сможет проникнуть в ваше имение ваши дома ваше селение потому что вы покрыты кровью агнца и конечно сам ягненок как животные не мог иметь силу и власть покрыть человека от бедствия но повеление стандарт позиция заповедь который дал им бог она играл огромную роль так что в библии написано смерть и жизнь во власти языка что я произношу когда я принимаю вечерю я произношу божье слово я произношу и напоминаю себе суть евангелия что кровь иисуса делает в моем теле что кровь иисуса делает моей жизни потому написано когда вы принимаете вечерю господню не делать это автоматически легкомысленно прибежали побежали нет мы сосредотачиваемся принимая тот факт что моя жизнь была куплена дорогой ценой жизни иисуса христа самого бога и поэтому когда я приобщаюсь к его жизни я не просто приобщаюсь к силе исцеления к силе крови я утверждаю завет потому что это кровь завета сначала кровь завета между израилем и богом а когда иисус пролил свою кровь это кровь завета между мной лично и моим богом который взял на себя ответственность меня защищать хранить покрывать а я беру на себя ответственность исполнять его волю его заповеди поэтому вот меня был это важная ремарка почему то есть это не что-то легкомысленное поверхностное вечеря крайне ответственно ранее ответственно то есть это вот я стараюсь уточнить получив ряд ряд вопросов публики наверное да да конечно конечно и и звонков и имейлов и смс то есть то есть это муж преподавал а ты принимал или это ты преподавал я не буду говорить детали никто не преподавал я принимала вечеря тогда когда муж был дома иногда когда его не было дома у меня нет возможности собрать соседи три раза в день и чтобы объявить им я сейчас принимаю силу жизни потому что у меня рак языка и рак щек то есть это снова подчеркиваю это был это был акт приобщение к силе и власти крови иисуса иногда муж был он вечером приходил с работы и на утром его не было тогда я с кем принимал вечерю как ты думаешь с христом я говорю иисус ты напротив меня я делаю это воспоминая плоти кровь наша церковь находится 35 километров от меня я не буду три раза в день ездить для того чтобы найти пастора и пастор тоже занят своими делами я основываюсь на евангелии в евангелии написано что они собирались каждый вечер кто они там не указано кто люди уверовавшего христа те кто в завете я в завете с ним у меня была необходимость как сказать экстремальная ситуация и я ее рассматриваю как экстремальную ситуацию как стандарт мы принимаем вечерю на ячейках по вечерам когда мы собираемся и в церкви тоже наша церковь находится от нас 35 км не только от нас в нашем городе почти никто не живет все живут по деревням немцы строятся а так как они имеют частные дома то они все где-то в отдалении живут мы собираемся в радиусе 60 километров что приехать центральный город понятно то есть мне важно было конкретика то о чем ты говоришь относительно силы крови значение крови иисуса христа власти крови иисуса христа все что за этим стоит его его могущество да то есть это в унисон то юра как хочешь секундочку это унисон то что я понимаю все мы понимаем единственное это кстати это не полемика я уточняю детали они уже выясняем интересный момент совершенно верно в моей практике в моей практике я тоже дома вместе с женой преподавал вечерю когда у нее была смертельная подобно твоей болезни смертельная я получил откровение от бога что я должен сделать я это делал то есть это 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 экстремально это не каждый день я делал но это было откровение что я должен сделать это было больше десяти лет назад поэтому я уточняю тогда пастор юрий смотрите вы скажете я пастор я преподавал жене но есть еще более экстремальный случай я еду на светофоре я хочу сейчас подчеркнуть возможность славы божией для тех людей которые рядом пасторов не имеют но им нужна помощь от бога я еду подъезжаю к светофору я очень перетомилась в эти дни перевозила моего сына вдруг я слышу в голове удар один второй я понимаю что лопнул сосуд такой звучно как звук гитары я знаю что через секунду я могу потерять сознание что это микроинсульт и я просто вскричала к богу какое-то местописание защите меня иисус я включила сигнализацию думаю вдруг сейчас отключусь подъехала к светофору смогла еще повернуть к магазину что первым делом я сделала у меня всегда с собой вечеря я схватила мацу взяла в рот и стала провозглашать жизнь я не отключусь я не умру я не потеряю сознание я не стану парализованной я восстана призываю жизнь восстановление силой крови минуту наверное я сразу приняла вечерю и и 2-3 глотка вина почему именно вина для расширения сосудов это же важно у меня всегда с собой это благодать почему а вдруг кому-то срочно понадобится помощь я знаю где источник жизни это власть в имени иисуса это это сила слова божьего это сила крови иисуса христа давайте мы к этому вернемся что это действительно три краеугольных камня апостолы пророки призывают нас противостоять всем попыткам врага удар в голову это попытка врага болезнь рак это попытка врага у него своя стратегия нас не изложить нас подкосить нас подкопать у бога своя стратегия он дал нам основания чтобы мы шли за ним и какую тактику какую стратегию мы можем использовать ту которая объявлена христом и есть три краеугольных камня которые сейчас назвала слово дух и кровь если эти три краеугольных камня приняты мной восприняты мной я имею три вида оружия то же самое слово дух и кровь в сражении что это за сражение в тот момент когда у меня был микроинсульт я сразу сражалась за свою жизнь потом компьютер обнаружил что у меня был микроинсульт что у меня часть мозга не функционирует но тогда когда я узнала что у меня есть мертвый мертвый отдел в моей голове я стала противостоять этому уже открыто молиться чтобы бог очистил все сосуды и когда через полгода еще раз прошла проверку мне все сосуды уже функционировали не было мертвой зоны три вида оружия написано они победили его кровью агнца и силой своего провозглашения я говорю новый перевод словом свидетельство да это новый перевод который означает более детальное понимание потому что люди некоторые говорят свидетельство это когда я свидетельство об исцелении или что иисус меня спас стоп разве это сила жизни что я свидетельство о своем исцелении разве это триумфальная сила для действия развита энергия сила победы нет конечно сила и энергия заключена в божьем слове потому что тимофею написано что слово божие вдохновлено духом святым и когда я вот это эту энергию божественную беру в свой рот и провозглашаю ее они победили его кровью агнца и силой своего провозглашения не дядя стёпа должен за меня провозглашать образно выражаясь я должна своим собственными устами про возгласить власть силы крови власть силы слова для себя лично как питание потому что говару когда я говорю я тем текстом не питаюсь я тем откровениями питаюсь написано дух человека заряжается когда когда произносят его уста ну там другой русский текста когда произносят его сло то что я произношу теми питались поэтому иисус так четко детально говорил и подчеркивал важность и ответственность слова человеческого. То, что ты произносишь, ты это впитываешь, ты этим живёшь, и потом ты это импровизируешь, передаёшь дальше. Итак, они победили его кровью Агнца и силой своего провозглашения. Это сильное оружие. Какое оружие? Сила, кровь и вода. В Библии написано, трое свидетельствуют на небе, трое свидетельствуют на земле. То есть три основания камня – это самое надёжное строение, самое надёжное геометрическое основание. Что меня заставит сдаться, если я имею эти три оружия, три основания? Ничего. Нету силы такой поднебеси, которая могла бы меня остановить, потому что моя сила, моя позиция обеспечена Христом. Не моей важностью, не моим возрастом, не опытом побед, не членством церкви или динаминацией. Нет, моя сила обеспечена Христом. Мне просто нельзя уходить с поля сражения. Почему? И потому что кто даст мне отважность? Вот это откровение. О силе крови, о власти крови, о силе слова, о власти духа. Когда я молюсь на новых языках, я в прошлый раз говорила, я заряжаю сам себя. Греческий оригинальный перевод, да? Молящийся на языках заряжает сам себя. И так у меня три источника благодати. Как я могу уходить с поля сражения, когда мне все виды оружия предоставлены Христом? Конечно, из-за того, что Бог дает мне откровение, я размышляю над плотью Иисуса. А что я размышляю над телом Иисуса? Как холодное или горячее, пресное или не пресное, вино или сок? Нет. Я размышляю о той духовной сущности, которая вложена в плоть и кровь Иисуса. То, что Он сам объявил, я размышляю о силе Его присутствия. Почему? Потому что я знаю силу завета. Что первоначально принесла кровь Иисуса Христа? Мы вступили с Ним в завет через водное крещение. Мы через водное крещение были сораспяты вместе с Ним на кресте. Значит, через водное крещение мы как бы образно, аллегорически присоединились к силе креста. Мы присоединились к Его смерти, а значит и к Его воскресению. Так как мы уже сораспяты с Ним, теперь что? Какая фаза? Вторая фаза. Теперь мы совоскресли с Ним. А что дает нам силы воскресения? Завет, утвержденный кровью, возобновляется постоянно в вечере. Кровь Агнца влияет на меня или даже, можно сказать, вливает в меня чудотворную силу. Когда я принимаю это с верой? Не автоматически. Не потому, что я схватил там, глоток сделал, побежал. Нет. Написано, размышляйте о теле и крови Иисуса Христа. О той могущественной силе, которую вы сейчас впитываете в свой дух, в свою душу, даже в свое тело. Если у человека рак желудка, и он берет кровь Иисуса Христа, осознавая, Господь, я сейчас присоединяюсь к Твоей власти и исцелению, он будет исцелен. Если он будет делать это автоматически, ничего не подействует. Ну и плюс налепо. Очень важный аспект. И в провозглашении слова, и в принятии вечерей, и вхождении в духе. Очень важный аспект. Это наша богоугодная жизнь. Можно провозглашать много и всяко. И даже цитировать Слово Божие. Я обычно акцентирую внимание в беседах, что кроме всего с Тобою перечисленного, богоугодная, богоугодная. То есть богоугодная, тут толкование даже не требуется. Жить по Слову. Святая жизнь – это то, что позволит Богу и Духу Святому действовать в нашей жизни. Потому что есть уже учения, я называю лжехаризматические учения, которые говорят «провозглашай, провозглашай». Мы на импакте имели и не один год очень известного украинского проповедника, который собирал десятки тысяч, десятки тысяч в престольном граде Киеве. И в его учении, вот он акцент делал «провозглашай, говори, говори». Да, я знаю этого человека. Он говорил о четвертом измерении. Совершенно верно. Что я хочу отметить в силе крови Иисуса Христа? Что делает для тебя кровь? Она не только тебя исцеляет. Написано, чтобы иметь в себе жизнь. Совершенно верно. Если я чувствую, что грех меня захватывает в какой-то сфере, что мне нужно сделать? Сначала светиться, омыться, потом прийти кровь Иисуса принять? Нет. Написано, если ты чувствуешь, что поражение в какой-то области, ты должен осудить себя, покаяться, покаяться перед тем, как принять вечерю. И принять вечерю, как силу чудотворения, преображающую твою внутренность. Принять вечерю от власти зависимости греха. Принять вечерю, чтобы противостоять силой Божией, похотливым мыслям, вообще любым атакам на мысли, любым атакам на тело, любым своим внутренним недомоганием или качеством, чертам характера, которые противостоят Евангелии, которые вообще не подходят к Евангелии, гнев, нечистота, какие-то настроения злости, зависти, мести. Я вижу, что я не могу с этим справиться. Что мне нужно делать? Можно провозглашать Евангелие. Познайте истину, истина делает вас свободными. Это значит, надо с Христом соединяться. Опять провозглашение слова вытеснит это демоническое из меня. Если я сливаюсь с ним, Бог вытесняет мое греховное, мое плотское. Через слово, через молитву, через пост, через ходатайство и через вечерю тоже. Поэтому вечеря нужна всем. И через общение. И через общение. Но это и есть общение, когда я молюсь, да. Вечеря нужна всем. Я говорила, что не автоматически. Но если я не осознаю безграничность власти Иисуса, если я все время буду говорить, ой, я бедный грешник, и нету победы, я какой был, таким останусь. Тогда ты таким останешься, потому что ты своими устами провозглашаешь свое поражение на завтрашний день. А я своими устами провозглашаю свою победу на завтрашний день. Почему? Я не говорю, я сильная, у меня такие мышцы накачаны. Как раз у меня мышц нет. Я говорю, у меня мышцы в духе моем через Слово Божие, которые я сейчас произношу своими устами. Я этим питаюсь, я этим живу, я этим заряжаюсь, я этим побеждаю. Потому Иисус говорит, когда ты берешь мою плоть, осознаешь, что ты присоединяешься к силе победы над грехом, что сделано в смерти Иисуса. Победа над грехом, искупление от власти греха. Я осознаю, вкушай это. Я искуплена. Я не должна жить у свиного корыта. Я не должна быть порабощена. Я не должна быть в рабстве. Я искуплена. Я отказываюсь от всякого рабства, как блудный сын сказал. Что он сделал? Осознал свое поражение. Пришел в себя. Пришел в себя, осознал свое поражение и вернулся. И когда я принимаю вечерю, я и осознаю свое поражение, я каюсь, раскаиваюсь, сокрушаюсь и говорю, Боже, только на Тебя уповаю, Ты есть сила жизни моей, который силен представить нас Богу достойными в день пришествия Иисуса Христа. Я не сильна, только Он. Есть некое слабое звено, даже в нашем вероучении, знаешь, какое, что, к сожалению, зачастую мы более готовимся к вечере, из месяца в месяц переходя, понимая, что Бог может наказать, чем мы готовимся. Чем мы готовимся к тому, что Господь может сегодня ночью прийти, если ты не готов, а ты будешь готовиться к вечере через месяц. Вот поэтому раз в месяц нельзя готовиться, потому что ученики каждый день принимали вечерю, каждый день ожидая пришествия Иисуса Христа. Мы во всех посланиях Павла пишем, что он постоянно говорит, вот-вот на пороге, вот-вот все говорят, скоро, да? Они ожидали и были готовы. На самом деле пришествие Христа может быть персональное, как ты говоришь, для меня сегодня ночью. Поэтому мне вечеря нужна часто, чтобы обновляться, чтобы усиливаться. Написано, будешь иметь в себе жизнь. Значит, если я не беру силу и кровь Иисуса Христа и силу плоти Его, я не имею в себе жизни. Жизнь иссякает, и мне нужно опять обновление. Позволь не согласиться частично, потому что в нашем вероучении, если вероучение евангельских христиан, которые основаны на традиции церкви, на истории церкви, на порядке в церкви, если оно учит раз в месяц, мы не можем говорить, ты должен каждый день, потому что это твое утверждение, оно может быть частью того, что... Мы вообще не имеем права указывать людям ничего. Что я считаю правильным? Я просто беру Писание и делаю соответственно того образца, который есть в Евангелии. Там написано, что они собирались каждый день на молитву и каждый день причащались, приобщаясь к силе и власти крови. И на завтра у них была сила. Конечно, нет возможности, значит, нет возможности. Но я стараюсь даже с собой всегда возить вечеря, чтобы с кем-то вместе поучаствовать. Вот везде, где мы были, мы вместе делали вечерю, чтобы принять силу и власть в крови. Юрий, верите? Нет. Но иногда, когда я служу в служении освобождения, сгоняю бесов, и мне Дух Святой говорит, этот бес не выйдет, пока этот человек не примет вечерю. Он держится за что-то. Это редко бывает. Но бывает и так. И я тогда говорю... Ну, а что я пошел? Это редко, Юрий. Давай не будем рассматривать этот вопрос. Зритель скажет... Это исключение. Понятно. Но иногда я получала Божий приказ. Так сделай. И когда я так сделала, сразу приходила победа. Написано, мы побеждаем его кровью Агнца и силой своего провозглашения. Мы и Слово Божие говорим, и приказ даем, потому что написано в Евангелии, что бесов изгоняйте как? Именем Иисуса. Именем Иисуса мы должны это делать. В человеке бес, как он может вечерю принимать? Вот у меня вопрос. Так он же 50-ник, крещённый Духом Святым и рождённый свыше 30 лет член церкви. А бес может быть. Залез в интернет, порнографию посмотрел и прихватил себе интервентов. Не буду сейчас эту тему. Она совсем другая. Он должен каяться и исповедоваться. Каяться и исповедоваться. Смотри, проблема. Прежде чем вечерю принимать. Да. В чём состоит проблема? И есть наследственные демоны, которые шли по наследству. Детей избивал один мужчина. Верующий. Много лет верующий. Избивал так, что они все никак ходили. Его в Америке хотели посадить. Он сбежал потом на Украину. Эти дети повреждённые, эмоционально, душевно. Я за каждого из них молилась. У них было 10-11 детей. За каждого молилась. Все они были разбиты душевно. И поскольку они приняли ненависть в своё сердце из-за того, что их избивали, приняли месть в своё сердце, некоторые девочки хотели просто закончить со своим папой, который издевался над ними. Вот просто страшно. Я не буду называть ни семью, ничего. Я никогда ничего не называю. И за одну из девушек этой семьи ей я молилась. И она не могла освободиться. Она кричала и плакала, потому что боль была невыносимая, хотя это произошло уже 10 лет назад. Но она как свежая была, как бы вспомнила, как всё было. И дух боли и болезни, и непрощения не выходил. Она не могла простить своего отца, хотя она говорила, прощаю, прощаю, но внутри не могла. И тогда Дух Святой сказал, пусть она примет вечерю, я дам ей силу прощения. Она была член церкви, нет? Уже много лет была член церкви. Все они были член церкви. И тот, который над ним издевался, тоже был член церкви. Ну, Бог с ним разберётся сам, это не моё дело. Я хочу сейчас возвратиться к теме, кто я. А, нет, я хочу пример рассказать, это важно, я считаю. Я несколько раз получала исцеление через вечерю Иисуса Христа. Однажды я была в церкви, это было недалеко от нас, у них была вечеря. И я говорю, о, слава Богу, что сейчас есть вечеря, потому что уже месяц у меня есть какая-то болезнь. Видишь, я не каждый день принимаю вечерю, потому что у меня болезнь. Не было как раз возможности, когда, есть возможность, принимаю, когда нет, нет. В церкви в этой была вечеря. Я сказала, о, Боже, у меня целый месяц уже болезнь, надувается шишка здесь, потому что я простыла сильно, в одной церкви сильный ветер был, и у меня, оказывается, воспалилась слюная железа. И мы думали, что это лимфа, но это не лимфоузел был. Когда я смотрела на пищу, тогда надувалась шишка большая, так 4 сантиметра, и это, оказывается, забилась слюная железа песочком из-за того, что произошло воспаление, врач мне сказал, мы не можем вам помочь, делайте массаж, массаж не помогал, вы можете только ожидать операции, если не пробьется слюная железа. Я тогда сказала, Боже, да я же знаю, где сила исцеления, это же кровь и плоть. Сейчас будет вечеря, чудесно, я сейчас принимаю вечерю намеренно, чтобы принять силу исцеления. Я назначаю даже цели, когда я принимаю вечерю. Сейчас для исцеления, иногда для защиты. То есть я фокусируюсь в определенное время на вечере на том объекте или субъекте, в котором мне нужно принять победу. Это или плоть моя, или душа моя, или дух мой пострадавший, или душа разбитая. Мне нужна сила жизни. Итак, я принимаю вечерю, провозглашаю исцеление своей слюной железе. Вот здесь она идет, и под языком заканчивается. Там маленький кратер есть, где выходит слюна, но она не выходила. Когда я пришла домой, я обнаружила, что я смотрю на апельсин, и опять надувается эта шишка. Я сказала, Господь, так не может быть, чтобы какая-то несчастная болячка могла быть сильнее силы и власти твоей крови. Так не может быть. Она обязана подчиниться. Я стояла и возмущалась. Как ты, болячка, ну, скажем, воспаление, как ты посмела противостоять триумфальной силе победы крови? Оно вон во имя Иисуса Христа. Я просто напором сказала, вон во имя Иисуса Христа всякий песок с моей железы. В этот момент моментально под языком надулся большой шишак, и я начала его сбивать языком. Я сбивала, 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 и песочек выскочил. Там, может быть, несколько песчинок всего было, но пришлось бы сделать операцию. Слюна вышла, и я имела победу. Почему я имела победу? Ведь, смотрите, произошла вечеря, ничего не случилось, потому что я должна была наступать. Я должна наступательную позицию иметь. Кто дал мне власть наступать на силу вражу? Да это приказ Иисуса. Наступайте на всю силу вражу. Павел говорит в Галатам 6 глава, да? Наша брань против властей духов злобы поднебесной. Кто я вообще по факту? Кто я? Я миссионер, ты миссионер, все мы дети Божьи, мы миссионеры. Мы скажем, нет, мы никуда не уезжаем. Миссионер – это свидетель истины. Там, где ты есть, или в соседней деревне, ты тоже миссионер. На работе у себя, ты тоже миссионер. Кто такой миссионер? Еще есть греческое слово апостол, то есть высланный на миссию со властью пославшего его. Конечно, мы не ходим себе погоны, не делаем я апостол, я апостол, но по евангельскому назначению каждый из нас миссионер или апостол, то есть посланный. Просто понятие апостольства уже вошло в иерархию власти, что означало, имеющие дары, силы, там Павел даже отмечает, уровень апостольства, то есть апостол с властью, знамение чудеса и силы и терпение. Но мы, как миссионеры или как свидетели, Иисус сказал, будете мне свидетелем, он поручил нам миссию провозглашать его царство. Идите по всему миру и провозглашайте царство, чтобы его царство утверждать на земле так же, как оно утверждено на небе. Да будет воля твоя. Бог хочет, чтобы мы активно вовлекали свою волю в его волю, чтобы мы просто параллельно шли с его волей, чтобы мы исполняли и мы призваны быть христианами. Что как христианин? Последователь Христа. Потому что мы привыкли это название носить просто как лычку на, как бирку на одежде, да, кто производитель. Но мы на самом деле последователи Христа с мировоззрением власти, чтобы исполнить волю Божию на земле. Это от меня зависит, приму ли я мировоззрение власти или я буду вечный грешник и плакаться, и ныть, и бегать к пастору. Помогите, спасите, помолитесь за моих детей, помолитесь за меня. У меня пятка болит, у меня голова болит. Библия показывает нам беремечь и воюй за свое здоровье. Если у пастора пять тысяч человек, и он хотя бы по минуте за каждую будет молиться, он спать перестанет. Поэтому церковь получила власть и силы через Святого Духа для того, чтобы каждый из нас мог быть борцом за своих детей, за свою деревню. Еще раз подчеркну, периметр царства. Ты в прошлый раз мне отметил, что я должна это показывать. Периметр царства Господа Иисуса Христа. Над чем мы имеем власть и победу? Над грехом, над природой, над бесами, ну не над солнцем, а стихиями природы, над бесами, над обстоятельствами и болезнями, над смертью, над зависимостью. В нашем репцентре ребята каждый вечер принимают вечерек. Люди скажут, ну это же наркоманы, да, бывшие. Если они не хотят быть завтрашними наркоманами, они должны принять силу и власть кровей и сосредостав. ну вот смотри, над нищетой. Разве недостаточно пребывать постоянно в слове? Постоянно. Вот репцентр с утра до ночи пребывает в слове, они же не работают. Или постоянно в духе быть с тем, чтобы... Я не умоляю. Да, да, да. Я это не умоляю. Я имею в виду, в чем необходимость, что... Мечерек принимать. Да, каждый день. Что есть в духе жизни? И слово есть в духе жизни, и кровь есть в духе жизни, и тело есть в духе жизни. Вы будете иметь в себе жизнь, да? А жизнь откуда исходит? От энергии духа. И поэтому, если Иисус нам говорит, так поступайте, сию творите в мое воспоминание, так делайте. Он не указал нам периодичность. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Первые христиане решили, что так надо. Так что власть в физическом мире, как и в духовном, зиждется на конституции. Что является конституцией царства? Слово Божие. Любая страна имеет свою конституцию, то есть это свод законов, по которым царствует президент, не царствует, управляет президент. Также у нас есть не свод законов, а свод правил, которые Иисус дал. Правила подчиняться Ему, главное правило, два главных правила. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Мы называем это заповеди. Но это правила для жизни, это стратегия для жизни. Власть зиждется на конституции, все приказы и все действия, пророческие или духовные действия, они всегда должны соответствовать параметрам Евангелия. Так что основной, основой любой молитвы являются обещания Христа или образ действия его жизни. Так поступайте, как я поступал. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. А что делал Иисус? Он прощал. Я имею власть прощать. Я имею власть отпустить человека в духовном мире, который меня обидел. Я не могу прощать убийцу, который кого-то убил. Но если это касается меня, то тоже прощают. Он исцелял. Я ищу все тексты писания об исцелении, провозглашающих свою жизнь, жизнь моих близких. Он приказывал смерти и болезни убраться. Я делаю то же самое. Я расскажу интересный пример. Однажды я стояла на молитве. Мы сначала поклонялись, песни прославления пели, величали Господа, просто растворялись в Его присутствии. И потом встали на молитву, и Дух Святой говорит мне, умирает один парень. Вот как бы слово откровения идет, слово знания. Умирает один парень, и он умирает не вовремя. Господь говорит, противостой смерти, которая нападает на него. Это верующий человек. Я говорю, а как? Я вроде бы и знаю, как бороться, но это было уже давно, лет 20 назад. А как? Я начала говорить местописание, чтобы Бог защитил, Боже, защити его от смерти. Сначала паника включилась. Боже, защити его от смерти. Дух Святой говорит, приказывай, приказывай. Я говорю, а как приказывать? Я начинаю местописание какие-то говорить. Он победил смерть, Дух Святой говорит, осталось две минуты, он умирает не вовремя. Останови смерть. Я говорю, я не знаю как. И вдруг он мне говорит, такое интересное предложение, которое я должна произнести. Я запираю для тебя ворота смерти. Для меня это была такая новость. Я никогда не пользовалась таким фактором власти. Так что, когда я так произнесла, Дух Святой говорит, я спас его по твоей молитве. Я думаю, ну какое отношение я имею к этому постороннему парню? А потому что написано, что Дух Святой ходатайствует через нас. О ком? О нас и о святых по всей земле. А в этот раз Дух Святой высветил проблему, о которой я должна ходатайствовать, чтобы я даже в ней официально или сознательно поучаствовала. Я говорю, Господь, о ком я молилась? И Дух Святой мне говорит, ты встретишь его в жизни. И он тебе все расскажет, как это было. Я встретила его лет через 10. И мы сверили все даты и время происшествия. Точное было. Когда я молилась о нем, этот парень рассказывал свидетельство. Я спросила, это было такого числа? Это было такого года? Да, это было в Новосибирске. У нас было 8 вечера, у них было час ночи. Все соответствовало. Я говорю, Боже мой, какая слава Божья, потому что он делает нас соучастниками, его естества. Таким образом я научилась. Когда мои дети Дани или Мирием были в очень смертельной опасности из-за разных обстоятельств, я тоже призывала на них кровь Иисуса. Я провозглашала, я запираю для тебя ворота смерти. Раз Дух Святой дал мне как бы такое категоричное слово власти. Я не говорю, что все так прям должны делать. Я так делаю, потому что я получила откровение. Потому что в Библии написано, смерть, где твоё жало, ад, где твоя победа. Они не изложены Христом. Если Христос делает нас сотрудниками своими, мы можем противостоять начастам и властям на небесах. Конечно, мы не ходим там, не связываем властями над страной, властей бесовских, над страной, над городом, если нет посланничества, потому что мы можем тоже пострадать. Мы делаем это всегда в локальном варианте. Это ты, твоя семья, твоя улица, твоя деревня, ну, может быть, твой небольшой город. Потому что написано, Иисус лишил власти. Кого? Поднебесие. Кто поднебесие? Это демоны уровня поднебесия, которые вредят человеку, вредят человечеству, нам лично, христианам, нашим соседям, нашим друзьям, нашим семьям. Мы выступаем не против человека, мы выступаем против зла поднебесного. Если Иисус это делал, я делаю то же самое, потому что я представитель его на земле. Когда-то я просила Бога, Господь, используй меня для защиты людей от аварий. На нашем участке пути, на котором мы ездили в центральный город, всегда были аварии. 35 километров, я сказала, мы ездили до церкви, да? Всегда были аварии. И я начала молиться и спрашивать Бога, в чем дело, что происходит? Мы разговаривали с мужем и выяснили, что на этом участке пути одна женщина занимается, одна женщина имеет свою фирму. У нее есть краны, которые вытаскивают машины. И она оккультно обремененная, или она оккультистка, скажем так, да? И для того, чтобы иметь свою выгоду, для того, чтобы постоянную работу иметь, она вызывает всяких фей, или там колдунов, или магов, чтобы они проклинали дороги, чтобы ее трактора, ее грузовики, ее краны всегда работали. То есть ее бизнес процветал. Это ее бизнес был. А люди погибали. И потом я познакомилась с одним сатанистом, я свидетельствую ему о Христе, который тоже у нее самое рассказал, что мы, люди, выходящие в астрал, у нас множество, он сказал, множество, выходящие в астрал, мы идем по автострадам, автобаны, я сказала, по автострадам, мы идем в больницы, мы идем в частные дома, мы внушаем страшные сны, мы внушаем страшные мысли, мы внушаем страшные желания самоубийства, мы отключаем разум людей, саферов, отвлекаем, происходят аварии. Я думаю, вы такие активисты, а где мы тогда? Христиане, Царство Божие, провозгласители Божьего Царства, мы сидим и ждем, когда вы на нас наступите, так не будет. И тогда мы решили молиться за эту часть автострады, мы проехали с пастором, с одним, потом с другим проехали, провозглашали жизнь, провозглашали спасение тем людям, потому что написано, молитесь о благосостоянии города, чтобы вам было хорошо. И так я сказала, Господь, я хочу быть участником Твоей славы в защите людей от смерти. Они творят без конца, не спят и не едят, и постятся, а мы ничего не делаем. И вот такие интересные случаи начались. Как только я об этом попросила, Бог сразу предоставил мне целую серию вариантов, чтобы я могла быть участником победы и спасения людей. Первое. Мы ехали в Испанию. Я два случая расскажу, потому что их много. И я такая была уставшая, полночи не спали, сидела, кемарила. Вдруг дети кричат, мама, посмотри, мама, посмотри. Я посмотрела в лобовое стекло и увидела только пыль, какая-то машина крутится вокруг своей оси в противоположном направлении. Я не стала говорить, ой, посмотрим, что сейчас будет. Я автоматически из духа моего крикнула, стой во имя Иисуса, потому что я запрограммирована в этом направлении. Я не кричу, мамочка, помилуй. Я сразу кричу, действие какое-то провозглашаю, во имя Иисуса. Это же доля секунды. Там была большая пропасть, машина улетит, а я могу им помочь, потому что я представитель царства небесного. Когда я крикнула, стой во имя Иисуса, машина становится копанной в одну секунду и у планки автобана, и все, аварии не было. Так, один раз было еще интереснее. Я просыпаюсь, и я еще не осознала, что я проснулась, я открываю глаза и вижу, авария происходит. Какой-то мужчина врезался в камень, в лыжник огромный, который справа был, и там был куст, машина, джип белый. И я как будто бы посторонний наблюдатель, как будто бы метров 20 я стою сзади. Я не осознала, что это видение. Я так видела все реальное, что думала, что я участник этого события. Шофер выскакивает, открывает дверь, побежал спасать пассажира на соседнем сидении. И я в одну секунду, когда я была свидетелем этой аварии, оказывается, в духе, начала кричать, во имя Иисуса исцелись, тот, кто справа сидел, пассажир, женщина сидела, во имя Иисуса восстановись, во имя Иисуса живи. Я представляю, как эти аэрбеки, ее ударили, может, там челюсть даже сломана, и сильный удар был боковой в камень. И когда он побежал там, пытался открыть дверь, это видение закончилось, я вдруг осознала, я в видении, я, оказывается, не в реальности. Но когда твой дух настроен служить людям, ты это будешь делать автоматически, даже не осознаешь, что это видение. Почему Бог показал мне это видение? Потому что я попросила его, я хочу помогать людям. Если ты предъявляешь свою готовность к Богу, если ты, да, как ты сказал, стараешься жить святой жизнью, иначе сила Божия не будет функционировать, если ты живешь в грехе. Поэтому это важно, чтобы мы жили святой жизнью. Неля, не значит ли это, что мы можем замечать и можем опасаться каждого куста, за которым якобы злой дух находится, бес, там, демон где-то прячется, не значит ли это, что мы трясемся от всего, подвергаем себя страху и опасности, что они прячутся за каждым кустом. Это лжехаризматическое учение. Ты не об этом говоришь? Нет, я не об этом говорю. Я говорю о Евангелии. Давай мы подумаем, что написано в Евангелии. Написано, Сатана ходит, как рыкающий лев. За кем? За детьми Божьими. Он не под кустами прячется, он прямо рядом с нами. Сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он также пытается вредить и населению, хотя оно в его власти. Иисус сказал, что Сатана – это князь этого мира. Он когда-то перехватил владычество, когда Адам это передал через грех послушания дьяволу. Теперь кто владыка на этой земле? Сатана. Сатана в материальном мире. Общий владыка над всем, над всей вселенной Иисус Христос. Но Иисус дал власть человеку, человек эту власть передал другому владыке, и это теперь Сатана, князь этого мира, питается всем вредить. Он пришел украсть, убить и погубить. Кого? Неверующих тоже. Он пытается отвратить от истины, отвратить от слышания Слова Божия. Приманки разные дает, чтобы только люди не думали о вечности, не думали о цели жизни, о смысле жизни. А за нами он ходит, по пятам, а не по кустам. Кусты может быть далеко, он рядом с нами. Потому что Иисус это сказал, потому что Павел это сказал. Мы определяем позицию дьявола по Евангелию, а не по нашему размышлению. Да? Сатана пытается во всем подстрекать, когда Павел проповедует, Сатана подстрекает окружающее население, чтобы они не слушали Слово Божие. Когда Павел проповедует, Сатана возбуждает людей, чтобы они нападали на него, чтобы они убили, чтобы изъять этого миссионера. Ты думаешь, что-то изменилось? Ничего. У него только тактика импровизировалась в отношении сегодняшнего дня. Если раньше сплетничали по телефону или по телевизору, то сейчас по интернету и другие возможности. Если раньше ненавидели, то и сейчас ненавидят христиан. Только другие варианты завуалированы. Вроде бы политика позволяет быть церквям, но внутри все равно идет противостояние. В каждой стране, в каждой идет противостояние, потому что дьявол не уснул. Противостояние может быть персональное, на работе. Тебя будут ненавидеть дома те, кто не покаялся. Написано «Тот, кто у вас, сильнее того, кто в мире». Есть такое сильное слово. Я стою на этом слове. Я тоже. Ну да. Если Дух Святой в нас с тобой и в наших зрителях, что является по Писанию, если мы получили Дух Святой, то я менее опасаюсь, что мне сделает там какой-то бес из-под куста. Помнишь, Христос говорит «Вот идет Князь Мира». За мной Князь Мира во мне не имеет ничего. Боюсь ли я дьявола как христианин? Нет. Нет, конечно. Я не должен его бояться, потому что кровь завета защищает меня. Конечно, я не буду трястись от всякого ветерка. «Ой, там бесы, ой, там бесы». Я просто специально не иду на территорию дьявола, чтобы он меня не кусил. Но попытка кусать будет. Написано в Библии, он будет кусать вас пяту, а вы будете наступать ему на голову. Кстати, по этому месту вот идет Князь Мира, во мне не имеет ничего. Христос видел духовный мир. и то, что дьявол ходил вокруг него, как ты говоришь, по пятам, постоянно. Да. Мы видим это в Писании. Даже на кресте Голгофы он старался его и там совратить. То есть... Он не подчинился, во мне не имеет ничего, я не принял его предложение ни разу. Смотри, что богословы говорят, что Христос, ученики, когда Христос произнес эту фразу, ученики, видно, наглядывались и говорили, о чем он говорит? Вот идет Князь Мира. Какой? Где же Князь Мира, да? Рядом никого нет. Христос видел духовный мир. Конечно, конечно. И из-за этого он сказал, вот идет Князь Мира, во мне не имеет. То есть мы так же мы можем, мы можем иметь вот это вот это слово. Повторять то, что Христос сказал своим ученикам. С дерзновением говорить, не с дерзостью, говорить с дерзновением. Да. Например, 17 глава Иоанна. Совершенно верно. Я молюсь той же молитвой, Господи, которых ты дал. Прошу, чтобы ты сохранил их от зла, дети мои. Также это может быть церковь, если пастор молится, или твоя ячейка, Господи, которых ты дал. Слова молитвы Иисуса просто надо знать наизусть. Они победоносны. Я также пользуюсь ими. Конечно, мы не молимся о всем мире, чтобы, скажем, нейтрализовать силу дьявола на всей земле. Нам не дана эта власть. Но локально ты молишься о твоем доме, ты молишься о твоей деревне, и ты молишься о твоей церкви, или о той дороге, где ты ездишь, там, где ты живешь, там, где ты можешь помочь людям. А если ты в большом городе живешь, просто используй свою власть над тем участком, в который ты постоянно вращаешься. Я хочу еще одну интересную мысль подчеркнуть. Я продолжила бы эту тему. В Библии написано, что Бог давал некоторые приказы природе. Вот дана ли нам власть над природой? Конечно, я говорила о своем местоположении, что нам дана власть и обязанность благословлять, молиться за свой город. Просто раньше евреи определенным образом молились и благословляли. Нам дана больше возможностей, потому что наша позиция выше во Христе Иисусе. Где наша позиция? Индивидуально выше? Нет, когда мы в нем. Мы сокрыты в нем. Мы не сами по себе. Мы облачены в него. И потому что мы облачены в него, поэтому мы имеем власть. Не потому что щелкнул пальцем, я такой герой веры. Нет. Я все время смиряюсь, чтобы быть в нем, чтобы не высовывать свой нос, чтобы дьявол по носу тебе не дал. Давай мы продолжим тему. Кто наш враг? Наш враг – это все, что творит сатана. Что творит сатана и его деятельность? Это землетрясение, это несчастные случаи, это бури, это штормы, это пожары, это голод, воры, убийцы. Это все наши враги, потому что их подстрекает и посылает сатана. Иисус говорит морю однажды, когда он поставляет предел его величеству морю, его действиям, он говорит, здесь предел буйным, не Иисуса Бог тогда сказал, здесь предел буйным волнам твоим, до этого места дойдешь и не перейдешь. Я много раз это читала, и однажды Дух Святой мне говорит, это слово власти, возьми его для себя и используй. Я говорю, а где можно использовать? Дух Святой сказал, в бытовых событиях тоже можно использовать. Например, происходит землетрясение, я говорю, стоп во имя Иисуса, мы молились землетрясение, прям за стены взялись, стой во имя Иисуса. Стены не рухнули, а у других рухнули. Я четыре раза была в сильном землетрясении, в серьезном, в Алма-Ате, в Узбекистане, в разных местах. Был такой случай, который я сейчас хочу конкретно рассказать. Это было в Германии. И я думаю, что я на прошлом эфире его не рассказывала. Надеюсь, что я не рассказывала, потому что я не успела послушать прошлый эфир. Я смотрела вечерю, я смотрела, как Израиль выходил из рабства, показывал сидрот. И там был такой момент, когда Агнца принесли в жертву, вся семья собралась, кушали. Ну, как бы сюжет исторического фильма, да? Кушали. И я подхожу к телевизору в пол первой ночи. Я не рассказываю это, да? Нет, нет. Да, я подхожу к телевизору в пол первой ночи, хочу выключить его. Это был диск, который мне бабушка записала, передача сидрота. Я думаю, спать пора, спать пора. Протягиваю руку, чтобы выключить. И Дух Святой меня останавливает. Я говорю, что это? Что это? Господь! Почему я не могу выключить телевизор? Я же хочу спать. В этот момент, когда я Духа Святого спрашиваю, что это во мне тормозит мои действия, я вижу видение открытыми глазами. Вот он, экран телевизора, у нас маленький такой. Вот новый духовный экран посередине между физическим экраном. Я вижу, как мы с соседями делаем вечерю. Сейчас будет еще экстремальная ситуация. Не пугайтесь, это было откровение и повеление Божие. Это многим людям понадобится в будущие времена. Я вижу, что мы делаем вечерю. Я говорю, да, у нас на следующей улице жили соседи, ну, хорошие христиане, диакон нашей церкви. Я говорю, а зачем нам делать с ними вечерю? Зачем? Это видение показывает факт, который мы должны совершить. Я спрашиваю Духа Святого, а зачем? Он говорит, идет ангел-губитель, защитите свои дома. Мы делаем вечерю, это нестандартно. Я никогда это больше не повторяла, но я по повелению тогда сделала так. Он сказал, когда вы сделаете вечерю, помажьте этим вином косяки ваших дверей, чтобы ваши дома сохранились. Я говорю, Господи, никогда не слышала и не видела такого. Для меня это абсолютно ново. Но потому что ты говоришь мне и потому что я знаю твой голос, много раз уже его испытала, мы сделаем это. Следующее утро в 10 утра мы делаем вечерю и ждешь информации, что же такое будет, что же такое будет. Мой муж был и Диакон с женой был, нас было четверо. И сделали, как Бог сказал. В 6 вечера объявляют, идет ураган невероятной силы, 210 метров в секунду ветер. Это в Германии. В Германии. Через несколько часов объявляют, ураган невероятной силы. Будет срывать крыши, будет срывать ангары, все грузовики должны остановиться, в школу нельзя пускать детей, магазины закрыть. В общем, полный алярм. Будет бедствие невероятной силы, будет машины переворачивать, на автострадах все должны встать, может быть, срывать провода и все проще такое. Я думаю, Дух Святой ты никогда не опаздываешь. Я позвонила в церковь, в это время была среда, шло собрание, сказала, люди, молитесь. Я посмотрела траекторию ветра, это было все показано по интернету. Ветер придет и на вашу церковь, и на ваш город, ну, наша церковь, где я была член церкви, но я тогда была дома. Они там молились, и как они молились? Они молились, чтобы ветер обошел их город и ушел в другую сторону. Они не указали, иди там на соседний город, чтобы он их обошел. Я начала сильно молиться, села в машину, поехала молиться за все дома, за все магазины, за индустриальный район. У нас маленький город, 7 тысяч человек всего. Два часа каталась, провозглашала жизнь, призывала защиту ангелов, призывала защиту Божию. Господь, сохрани наш город ради народа твоего Израиля, то бишь мы Новый Израиль. Ради детей твоих сохрани наш город. Мы, представители Божьего Царства, и провозглашала Царство Божие на территории нашей деревни, чтобы никто не умер, ничто не повредилось. На следующий день, как объявлено было, ровно в час дня начался такой грохот в небесах, которые я в жизни не слышала. Как будто бы множество ракет взрываются. Шум невероятный. Я увидела мою ошибку. В чем? Я не молилась о том, чтобы ветер остановился. Я молилась о том, чтобы была охрана. Ну, на тот уровень, в том случае, вот так сработало мое сознание, и я так молилась, и так верила. Ветер был невероятный, но ветер спал уже, не было 210, было, наверное, 180, точно не помню. Никто не погиб в нашей деревне. Ни одной крыши не сорвало. Я сказала, Бог, какой ты великий. Нам говорили, что хаос полный будет после этого урагана, потому что в других городах погибло много людей. Деревья срывалось с корнями, на дома, на машины. Много людей, которые были около моря, их унесло в море, хотя предупреждение было, чтобы вообще на пристале никто не гулял, но люди несознательно не понимают силу природы и погоды. И я увидела благодать Господа Иисуса Христа в вечере. И то, что он нас предупредил, для меня это была такая новость, как это, потому что мы в жизни так не поступали, и больше это делать и не будем. Только когда было указание свыше из-за чрезвычайно экстремальной ситуации. Если я знаю, что сейчас, если я знаю, что беда грядет, если я знаю, что кто-то заболевает, что какое-то бедство, мы просто делаем вечерю с семьей, чтобы Бог поставил защиту крови. Однажды Бог сказал, когда вы провожаете детей в школу, возлагайте руки на них, призывайте силу крови. Придет скоро время, что ваши дети будут уходить в школу и назад не вернутся. Не пропускайте момента посвятить Богу ваших детей, призвать силу защиту, силу искупления, и они придут назад, а другие будут сломлены. В части этого я подписываюсь под каждым твоим словом, потому что то, о чем ты говорила, и свидетельство относительно этого урагана, это не противоречит Писанию, это подтверждается и буквой, и духом Писания, то, о чем мы видим. Но не стандартный вариант. Совершенно верно. Поэтому здесь не убрать и не добавить. это то, если Дух Святой говорит, это делать. Например, смотри, мы в моей семье стараемся практически каждый день, каждый день провозглашать, провозглашать прямо в молитве, не просто ходить там, бродить, а в молитве, когда мы идем ко сну или там утром провозглашать защиту Божию и на нашу территорию, и на наше имущество, и на наш дом, и на весь наш день мы призываем кровь Иисуса Христа. Это по Писанию, о чем ты говоришь. Даже благословляем соседей. Я всегда молюсь, Господи, я благословляю соседей на добрые дела. Некоторые из соседей, они неблаговидно живут, но я благословляю на добрые дела. Я призываю кровь Иисуса Христа на нашу территорию, там, где мы живем, чтобы не было кровопролития, катастроф не было, чтобы не было ураганов. То есть, то, о чем ты говоришь, это власть, которую Бог дал нам. Неля, у нас, не поверишь, у нас 30 секунд. Да, 30 секунд, и нас вырубят из эфира. Я хочу сказать, что Иисус всегда говорил слова приказа. Лазарь, выйди вон, буря, умолкни, перестань, ветер, утихни, прозри, глаза, отверзнись, встань и ходи, сделай это, сделай то, наберите воды, и будет так. Почему Иисус говорил, Лазарь, выйди вон, со смелостью? Он сказал, я знал, что ты услышишь меня, потому что я всегда делаю то, что угодно тебе. Это было Неля Мертес. Неля, спасибо. Пусть Бог благословит тебя, твою семью, твое служение, перелет туда и обратно, также в вашу церковь. Принимаю ваше благословение. Его благодать, его истина. Пусть наполняет их преди твою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Друзья, спасибо, что вы были с нами на импакте. Это было влияние. Я был ведущий Юрий Чернецкий. Будьте благословены. Иисус Христос любит вас, мы так же любим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова